К Новому году в Театральном Ковчеге всегда готовятся заранее. Здесь продумывают как внутреннее убранство, так и внешние композиции. Всех гостей в театре встречают, естественно, Дед Мороз и Снегурочка, и, конечно, ёлки. Лесные красавицы в Ковчеге, кстати, на любой вкус. Есть новогодние гости из книг, есть убранные гирляндами и шариками, а есть и живая ёлка. Мне это очень нравится. Я люблю Новый год, и мне нравится играть, развлекать детей. В обязанности живой ёлки входит встреча гостей. Сегодня увидеть новогоднюю сказку и побывать на настоящем празднике в Театральный Ковчег пришли ребята из организации СИДИ. Мальчишек и девчонок ждёт богатая программа. После спектакля «Тайна волшебного ларца» дети смогут пообщаться и поиграть у ёлки. А затем главный сюрприз – подарки из того самого волшебного ларца. У нас такие традиционные ёлки, которые, в общем-то, уже полюбились и зрителям, и маленьким, и взрослым. Поэтому к нам с удовольствием идут дети. Мы этому очень рады. Стараемся украсить театр к этому празднику. Что вы тут делаете? Послушайте, мы ничего плохого не делаем. Как же не делаете? Нет, не делаем. А разве вы не хотите срубить эту ёлку? Нет, мы хотим её нарядить. Да, чтобы у зверя была тоже новогодняя ёлка. Автор новогодней истории «Тайна волшебного ларца» Марина Зайцева поставил сказку режиссёр Александр Швецов. В постановке присутствуют классические праздничные персонажи. Приоткрывать завесу тайны не будем. Лишь скажем, закончится всё хорошо. Новый год обязательно наступит. Попали мы в сказку. Вот это поход. Хорошо и дружно. Казку мы идём. В этом году новогодние спектакли, на которых, к слову, в Ковчеге уже практически нет билетов, пройдут с 21 по 30 декабря и 2, 3 и 4 января. Каждый день будут сыграны по три представления. Кроме того, сказочную постановку ждут и в районе. Уже были поданы 12 выездных заявок. Татьяна Трушкина, Евгений Половинкин. День города.